Привет всем, кто этот теплый весенний вечер проводит на своих диванах. Вы смотрите Sports Time, программу про тех, кто в это время занимается спортом. Ну, или делает вид, что занимается. Здравствуйте, итоги последних семи спортивных дней. Сегодня с вами подведем мы, Людмила Маленина и Евгений Осколков. И вот о чем мы вам сегодня расскажем. Две игры, две победы. Вологодские баскетболистки обыграли Ивановскую энергию. Впереди финал за пятое место в чемпионате России. Он всю жизнь посвятил футболу. В Вологде состоялся турнир памяти Леона Ягубянца. Красота и изящество. Грация и экстрим. В Молочном прошли областные соревнования по конному спорту. Выбор сделан. Клуб Северсталь в новом сезоне возглавит воспитанник череповецкого хоккея. Вологда вперед! Вологда вперед! Вологда вперед! Вологда вперед! Вот это уже лучше. Понимаешь, в своих глазах должен быть заряд. А мы к чему-то готовимся? Но мы всегда к чему-то готовимся. В этот раз мы готовимся поддерживать вологодских баскетболисток в финале за пятое место чемпионата России, куда волокжанки попали накануне, дважды обыграв Ивановскую энергию. А это значит, что в этом сезоне нас ждет еще как минимум два матча. Один в Вологде и один в Москве. И там нужно постараться выстрелить по полной. Так что заряжай. Я поняла. Раз, два, три. Вологда вперед! Противостояние чуваката и энергии в нынешнем сезоне складывалось весьма любопытно. Уже первый матч в декабре показал, обе команды играют в относительно равный баскетбол. Тогда встреча завершилась с минимальным преимуществом волокжанок – 58-53. Во второй раз команды играли уже в марте – за тур до окончания регулярного чемпионата. И матч вновь развивался по старому сценарию. Разве что в этот раз в концовке удача улыбнулась оранжевым – 75-66. Баскетбольное дерби в плей-офф для волокжанок началось с выездной игры. 13 апреля команда отправилась в Иваново. Первая половина встречи для чувакаты прошла под знаком минус. Что в первом, что во втором периоде хозяйки выглядели куда более собранными. И в итоге на большой перерыв отправились с преимуществом в пять очков. Однако в третьей десяти минутке волокжанкам удалось переломить ход встречи. Сначала они отыграли разницу, а затем и убежали вперед. Вернуться в лидеры энергия уже не смогла – 77-69. Для выхода в финал за пятое место в домашней серии матчей чувакаткам было необходимо выиграть еще один матч. И эту задачу волокжанки выполнили уже в первой игре – накануне. В стартовом периоде хозяйки паркета убежали в отрыв, отыграв по итогам десяти минутки 11 очков. Во второй четверти игра сравнялась, но уже после большого перерыва волокжанки вновь взяли ситуацию под контроль. Ликвидировать отставание ни в этом, ни в следующем периоде соперницам уже не удалось. В 65-52 победа чуваката не только в этом матче, но и в серии. Был момент, когда мы там повели плюс 18, по-моему, и три атаки в быстром прорыве не попали. Там, я считаю, это вообще был бы уже такой переломный окончательный момент, где можно было бы изыграть после этого скамейку. Все. Но не использовали этот шанс, так сказать, нет еще у нас такого, если так можно выразиться, инстинкта убийцы. Баскетбольного, естественно. Преимущество Вологды с самого начала было значительным, а потом догонять было уже очень сложно. Ну и по исполнению лидера Вологды сегодня сыграли лучше, чем наши лидеры. Впереди подопечных Дмитрия Донского ждет заключительный тур плей-офф. В финале за 5-е место национального первенства команда встретится с московским «Динамо». Именно москвичкам Вологжанки уступили в подобных играх в прошлом сезоне. И именно этой команде Вологда проиграла в полуфинале Еврокопка в нынешнем. Так что теперь Вологжанки смогут взять реванш. Ближайший и последний в этом сезоне домашний матч чуваката состоится 25 апреля. А завершать сезон команды будут уже в Москве. Пока одни играют в плей-офф, другие сейчас борются за места в плей-ауте. В утешительном турнире среди команд, занявших последние места в чемпионате России, среди команд в Суперлиге. Давай за щетку, материал прошлого урока усвоил хорошо. Так вот, в первом туре плей-аута череповецкая «Северсталь» стартовала вполне удачно. Первый раунд плей-аута проходил в городе Балакова Саратовской области в минувшие выходные. В «Северстале» предстояло провести три матча. В первом с «Уфимочкой» череповчанки уступили, причем в сухую 0-3. Зато в двух остальных с таким же счетом уверенно переиграли сначала «Красноярский Енисей», а затем и «Саратовский Протон». По итогам этого тура «Северсталь» занимает третье место в группе и одиннадцатое в общей турнирной таблице. От «Протона» череповчанки отстают на три очка, а от «Уфимочки» на одно. Борьба за право остаться в Суперлиге продолжится в Уфе с 19 по 22 апреля. Что-то у нас в последнее время про футбол ничего не слышно, а, Жень? Да подожди ты, через неделю у нас стартует третий круг первенства России среди команд 2-го дивизиона, и там столько новостей будет. Да как-то еще неделю ждать. Да ладно, есть у меня бонусом для тебя еще одна футбольная новость. В выходные в областной столице собрались молодежные команды на турнир, посвященный памяти Леона Югубянца. Вологда, Череповец, Сокол, Тотьма, Чагода, Майский – шесть команд стали участниками первого юношеского турнира. Именно развитию юношеского и молодежного футбола в последние годы жизни Леон Югубянц уделял особое внимание. Свою карьеру он начал в 70-х. Сначала играл в подмосковных Люберцах, затем выступал за несколько команд второй лиги. Играл и в Вологодском «Динамо», потом стал его главным тренером. В последние годы Леон Югубянц работал начальником команды. Занимался организационной работой, налаживал связь с футбольными школами. Ездил постоянно, общался с тренерами, с молодыми, давал советы. У него очень большой был архив на всех ребят. Замечательный человек, который всю свою жизнь, начиная с 70-го года и кончая в 2011 году, был на боевом посту. Так и ушел из жизни. Леона Югубянца не стало год назад. Он умер от инсульта в начале марта. И в память о нем Вологодская областная федерация футбола и футбольный клуб «Вологда» решили возродить на Вологодчине проведение юношеских турниров. Мы с ним очень много общались. Последние два года до момента его кончины у него была мечта, чтобы в Вологодском профессиональном футбольном клубе играли местные воспитанники. Поэтому мы организовали этот турнир с целью просмотра молодых перспективных ребят на Вологодчине для пополнения футбольного клуба «Вологда» профессионального. В первом турнире победителями стали хозяева – воспитанники Вологодской спортивной школы, игроки юношеского состава клуба «Вологда». В решающем поединке они не оставили шансов Чикодочинскому стекольщику, победив со счетом 7-0. В матче за третье место Череповецкий аист переиграл Тодемский атлант. Пятое место досталось Сухане, которое обыграла «Олимп». Я стала любить спорт еще больше. Ну неудивительно, за окном весна, в это время, как известно, чувства проявляются активнее. Ну и это тоже, но не в этом дело. В выходные я в очередной раз побывала в Молочном. Там, в манеже клуба «Виват» прошли областные соревнования по конному спорту. Как и прежде, участники соревновались в двоеборье, в конкуре и в выездке. И, как и прежде, это было очень красиво. Барьер не преодолен, но это пока. Второй день конкура подарил паре Лиза и Виконт третье место. Взять напарники этого Мерина спортсменке посоветовала тренер. Предыдущая лошадь у меня была очень самовоз. Ну просто на него сел и поехал на самом деле. А с этим конем чуть-чуть посложнее. Нужно самой уже как-то понимать его, самой уже что-то уметь. И нужно его уже учить. То есть мы развиваемся с ним вместе. Не просто, что я села на лошадь и конь подо мной скачет. Тот конь был полностью выезжен. За это тоже спасибо огромное, потому что Галина Анатольевна его выезжала. А эту лошадь пока что не совсем. Ну никто не выездил очень сильно. Выездка и конкур. Вот в чем должны были проявить себя спортсмены. Они демонстрировали искусство управления лошадью и на скорости преодолевали препятствия. Эти региональные соревнования длились три дня. Специалисты отмечают, такой чемпионат довольно крупный для области и всего Северо-Запада. Потому в Вологду съехались спортсмены, в том числе и из Череповца, Костромы и Рыбинска. Конный спорт достаточно сейчас начинает развиваться. И вот на фоне общероссийском в Вологжане показывает свой уровень достаточно достойный. Есть к чему стремиться. Есть очень много над чем надо работать. Но это все вот в процессе. И отрадно здесь, знаете, какой момент, что очень много детей. Это ты вот сама заставила. Обязательно меня. Толкай, толкай. А это уже пониспорт. Официально видом спорта вы признали лишь год назад. У нас в Вологде он появился совсем недавно. Вот и Марина уже в числе всадников. Пушистый модник Енисей любит катать свою напарницу. На пони дети могут сесть с пяти лет. Это новый формат. Такой зрелищный и очаровательный. Дает возможность примкнуть к оному спорту и маленьким волокжанам. Тренеры же могут выявить юные таланты. Мы занимаемся с маленькими детьми. Так как ребенка на высокую лошадь не посадишь. Это травмоопасно. А пони как раз для этого и существуют у нас на конюшне. Но эта девочка уже сравнительно так неплохо ездит. Уже давненько занимается. Уже есть результаты. Посадка уже намного лучше стала, чем была. Конный спорт в регионах только зарождается. Потому жесткой конкуренции среди спортсменов нет. Больше чемпионат похож на добрососедские старты, как выразились судьи. Сейчас задача Федерации конного спорта России провести мастер-классы на местах и показать всадникам и организаторам соревнований, что такое достойный уровень. На уровне выступили и волокжане. Кубки, которые разыгрывались в двоеборье, достались им. Много интересных событий за последнюю неделю произошло и за пределами Вологодской области. А это значит... А это значит, что пора отправиться в небольшое путешествие по тем городам и странам, где на днях выступали волокжане. Начнем путешествие с северной столицы. Там на днях завершилось открытое первенство под Хэквондо. Соревнования получились очень массовыми. Без малого 800 спортсменов в этот раз решили проверить свои силы на татами. Вологодчину и, в частности, областную столицу на соревнованиях представляли воспитанники школы Евгения Березина. Несмотря на то, что они делают только первые шаги в большом спорте, в очередной раз им есть чем похвастаться. На счету волокжан четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали, а также четыре кубка. Перемещаемся в Архангельскую область, в Коряжму. Туда на минувшую неделю отправились волокодские самбисты на первенство северо-запада среди юношей. Наша сборная состояла из шести спортсменов. По итогам соревнований волокжане заняли первое общекомандное место. В личных засчетах в своих весовых категориях золотые медали завоевали Александр Бондаренко и Михаил Гололобов. Бронза у Александра Смирнова и Дмитрия Конева. И вновь возвращаемся в Ленинградскую область, в поселок Сиверский, где в выходные проходило региональное первенство по настольному теннису среди мальчиков и девочек. В борьбу за медали вступили команды всех областей и республик северо-запада. Наилучший результат в нашей команде показала волокжанка Ольга Вишнякова. Она стала серебряным призером в одиночном и парном разрядах. Ну что, он дождалась? Недолго твои любимые хоккеисты оставались без главного тренера. На днях руководство Северстали определилось с новым наставником команды. Вот это действительно хорошая новость. И кто же им стал? Воспитанник Череповецкого хоккея, хорошо известный местным болельщикам Игорь Петров. Последние годы Игорь Петров тренировал молодежные команды Северстали «Алмаз», с которыми добился значительных успехов, в том числе и на международном уровне. В минувшем сезоне он входил в тренерский штаб экс-наставника команды Андрея Назарова. Буду стараться сделать все, чтобы прошлогодний результат не был хуже. Все, что было хорошее в прошлом году, оно будет с нами. Постараемся всю эту линию протащить, может быть, улучшить некоторые моменты, если получится. Накануне Игорь Петров представил своих помощников. Ими стали также хорошо известны череповецким болельщикам Сергей Бердников и Андреем Матыдзен. Оба когда-то были капитанами хоккейных команд, а затем перешли на тренерскую работу. Перестановки в тренерском штабе Северстали, я уверена, долго будут обсуждать в местной прессе. Ну и мы не исключение. Ну, с этим не поспоришь. Ну, а что на этой неделе заинтересовало наших коллег из мировых и федеральных спортивных СМИ, узнаем через 5 секунд. Газдума приняла в первом чтении законопроект о болельщиках. Он устанавливает правила поведения на стадионах и санкции за нарушение этих правил. Согласно документу, нарушители общественного порядка не смогут посещать матчи от месяца до одного года. Также их ждет штраф до 2000 рублей или арест до 15 суток. Законопроект был внесен в Госдуму правительства в ноябре прошлого года. А совсем недавно премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести для болельщиков-хулиганов пожизненный запрет на посещение стадионов. Андрей Аршавин может завершить карьеру уже в этом году. Об этом в последнее время все чаще говорят наши британские коллеги. Летом у Аршавина, которому 29 мая исполнится 32 года, заканчивается контакт с Арсеналом. Тот, в свою очередь, не собирается продолжать сотрудничество с российским полузащитником. У других английских клубов, по данным журналистов, Каршавину предложений нет. А российский чемпионат футболиста не интересует. Он не раз заявлял, что ему больше нравится жить и работать в Лондоне. Забавный случай на днях произошел во время одного из матчей НХЛ. Хоккеист клуба «Баффало Сейбрис» Стив Отт лизнул шлем игрока Монреаля Джеффа Хелперна, когда оба спортсмена готовились к вбрасыванию. Инцидент произошел во время встречи, которая состоялась в ночь на 12 апреля и закончилась победой Монреаля. Что Стив Отт пытался продемонстрировать своим поступком, так и осталось неясным. Кстати, недавно этот хоккеист стал автором еще одного эпизода во время матча с клубом «Торонто». Тогда, отправляясь на скамейку штрафников, он послал воздушный поцелуй одному из соперников. Вот, последняя новость еще раз доказала, что хоккейные матчи – это настоящее шоу. Ну, в данном случае сомнительное, конечно, но я думаю, что болельщики и там, и там поулыбались. Ну, и у нас сейчас поводов для грусти нет, ведь в нашей программе наступает самый приятный момент – раздача подарков, а точнее безлимитных абонементов в тренажерный зал фитнес-клуба «Драйв». А дарим мы их тем, кто выигрывает в нашем фотоконкурсе в официальной группе «Спорттайма» на сайте ВКонтакте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По нашему мнению, на этой неделе самую позитивную фотографию загрузил Александр Попов. Фотография, благодаря которой я выиграл конкурс, была сделана на игре «Энкаунтер». Очень популярная в последнее время не только среди молодежи, но и среди взрослых, состоятельных людей. Авторами игры было дано задание скатиться в тракторной покрышке вниз горы. И это нужно было сделать за определенное время, то есть на скорость. Один член команды садился внутрь покрышки, остальные толкали ее, придерживали. Это было на самом деле очень здорово и весело. Вот таким образом получилась эта фотография. В подарок Александру достается безлимитный абонемент в тренажерный зал фитнес-клуба «Драйв». В следующий раз победителем нашего конкурса можете стать вы. Все подробности вы найдете на нашей официальной страничке на сайте ВКонтакте. Про спорт 35. Готовьтесь к лету вместе с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом на сегодня у нас все. Так, и что? У нас вновь идет расставание. Спорт тайм отправляется в мини-отпуск. Вновь в эфире седьмого канала мы с вами увидимся уже только в середине мая. Проведите это время с пользой, а мы проверим. Физкульт, пока! До встречи! А ты куда пошел? Так отпуск же. Отпуск у нашего оператора. А у тебя, считай, что сборы. Так что давай, на занятия! Субтитры подогнал «Симон»!